Продолжение следует... Действующее вещество вегетрокса – пророксан – относится к классу альфа-адреноблокаторов. Пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга, регулирует тонус симпатоадреналовой системы. В комплексе с топическими средствами вегетрокс способствует купированию упорного зуда при дерматозах, не обладает психотропным действием, не вызывает сонливости. Вегетрокс – ваш верный помощник в лечении кожного зуда. Нефрамон плюс – нефрозащитное средство на основе экстракта касатика тонколистного. Касатик тонколистный – дикорастущее растение из пустыни Гоби. Препараты на его основе традиционно используются в Монголии при нарушении функции почек. В 2011 году российскими специалистами разработан метод производства безспиртового экстракта активных флавоноидов из растительного сырья касатика. На основе экстракта создана рецептура сиропа «Нефрамон плюс». «Нефрамон плюс» способствует улучшению функции почек при нефропатиях, вызванных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, приемом лекарств, обменными и воспалительными заболеваниями. При оценке в динамике у пациентов с хронической болезнью почек включение «Нефрамона плюс» в состав комплексной терапии приводило к достоверному увеличению скорости клубочковой фильтрации, увеличению уровня сывороточного альбумина и снижению экскреции альбумина с мочой. «Нефрамон плюс» – почечное средство на растительной основе. «Нефрамон» способствует правильной работе почек. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня у нас будет семинар, посвященный проблемам гипогликемии. Конечно, прежде всего мы будем рассматривать инсулиному, это инсулино-продуцирующая опухоль поджелудочной железы. И, конечно, мы будем обсуждать моменты, с чем ее мы должны дифференцировать. И вообще, если мы видим пациента с гипогликемиями, что нам с ним делать, как обследовать и как нам поставить диагноз. Начнем мы с того, что, напомню вам, механизмы защиты организма от гипогликемии, потому что у нас, естественно, есть защитные механизмы, и при их нарушениях как раз и развивается синдром гипогликемии. Прежде всего, конечно, все запускается снижением уровня глюкозы плазмы. Этот механизм подает сигнал в поджелудочную железу и в головной мозг. В свою очередь, поджелудочная железа при нормальном ее функционировании снижает уровень инсулина и повышает уровень глюкогона. Это воздействует на печень, повышая глюконеогенез и гликогенолиз. Это воздействует на почки, потому что ренальный глюконеогенез – это такой достаточно мощный механизм защиты организма от гипогликемии. Эти механизмы повышают, естественно, продукцию глюкозы за счет гликогенолиза и за счет ускорения глюконеогенеза. Сигналы в головной мозг запускают механизм центрального действия через гипофиз. Происходит выброс контринсулярных гормонов – гормон роста и гормон АКТГ, который стимулирует выброс кортизола корковым слоем надпочечников. Контринсулярные гормоны, соответственно, также повышают уровень гликемии. При активации головного мозга происходит симпатоадреналовый выброс, что воздействует на мозговой слой надпочечников и на симпатические подгонглионарные нейроны. Это стимулирует выброс эпинефрина, норапинефрина, ацетилхолина. Во-первых, это обуславливает симптомы, которые пациент чувствует в гипогликемии, то есть те, которые называются адренергическими или нейрогенными. Мы поговорим о них чуть позже. Это стимулирует увеличение количества предшественников глюконеогенеза, для того чтобы в почках, в печени было с чем работать. Также задействуется, конечно, гликогенолиз в мышечной ткани. Повышается расщепление жиров, и поэтому используются как кетоны, так и аминокислоты. Симптомы гипогликемии заставляют человека принимать пищу, чувствовать голод, и тогда происходит повышение глюкозы плазмы вместе с механизмами контринсулярного действия и ускорения глюконеогенеза. То есть и собственные защитные механизмы организма, плюс прием пищи, глюкозы плазмы восстанавливаются. Симптомы гипогликемии делятся на два больших таких раздела. Ранние и поздние. Ранние называются адренергические и еще также нейрогенные. За счет чего они происходят? За счет активации как симпатической нервной системы, так и парасимпатической нервной системы. При активации симпатической нервной системы мы видим бледность, сердцебиение, обильное потоотделение, мелкую дрожь, ощущение покалывания губ и пальцев, беспокойство пациента, агрессивность, расширение зрачков. При активации парасимпатической нервной системы у человека ощущается чувство голода, которое защищает его, заставляя принимать пищу. Тошнота, рвота может быть при усугублении этих симптомов. Мышечная слабость, простезия, то есть по мере снижения уровня сахара будут появляться эти симптомы. Поздние симптомы нейрогликопенические, то есть связанные с дефицитом глюкозы в головном мозге. И тогда мы уже видим, что развивается у пациента головная боль, головокружение, утомляемость, снижение работоспособности, снижение концентрации, невозможность сосредоточиться, может наблюдаться неадекватность поведения, неадекватность реакции ответов на вопросы или заторможенность. Могут быть какие-то автоматизмы, в связи с чем часто путаются эпилепсии, могут быть галлюцинации, амнезия предыдущего эпизода, который был во время гипогликемии. Могут быть судороги, может быть очаговая неврологическая симптоматика. Депрессия, раздражительность, тревога, нарушение сна, то есть ночью бессонница, днем сонливость и при частых приступах гипогликемии у взрослых это приводит к изменению личности, а у детей к снижению интеллекта. Вот так обычно на всех памятках для пациентов выглядят симптомы гипогликемии, чтобы это было наглядно. Зачем эти памятки? В основном, конечно, для пациентов с сахарным диабетом, чтобы они могли самостоятельно распознать гипогликемию и оказать себе помощь в приемах легкоусвояемых углеводов. Уровень глюкозы в плазме, который стимулирует вот эту контррегуляцию и защитные механизмы организма, он может быть индивидуален. То есть, конечно, есть определенные отправные точки, например, что включаются гормональные реакции где-то при уровне 3,7 ммл глюкозы в крови, и тогда запускаются сначала гормональные влияния, глюкогон, адреналин, гормон роста, и потом уже по мере того, как сахар крови начинает снижаться, включаются нейротрансмиттеры, адреналин, ацетилхолин, что и обуславливает автономные симптомы. Но автономные симптомы возникают чаще уже при снижении сахара крови, ниже чем 3,3. Это может варьировать от пациента, от его чувствительности к сахару крови, и мы потом с вами поговорим об этом, и покажу слайд, от чего это зависит при хронической гипер- и гипогликемии. Также это может зависеть от пола. Есть данные о том, что у женщин, у детей симптомы гипогликемии, особенно нейрогликопенические, развиваются при более низком уровне сахара. Если у мужчин мы берем 3,3 как отправную точку, то у женщин и детей это может происходить за счет более лучших компенсаторных механизмов уже при сахаре крови ниже, чем 2,5. Итак, уровень глюкозы 3,3 и ниже. Теперь включился механизм контрансулярный за счет выработки АКТГ и кортизола корой надпочечников. Нейрогликопенические симптомы появляются при сахаре крови ниже, чем 2,8. Берем мы так отправную эту точку основную. Есть пациенты, у кого они появляются раньше, то есть чаще мужчины при сахаре крови ниже, чем 3,1. Есть пациенты, которые вообще прекрасно переносят сахар 2,8. Тоже покажу одного из наших пациентов, который при пробе с голоданием на 2,8 вообще себя прекрасно чувствовал. Комы и судороги развиваются при сахаре крови ниже, чем 1,6-1,7. Гипогликемия может быть клинической, то есть это когда мы видим симптомы, о которых мы говорили. И может быть лабораторной, если выявляется сахар крови ниже, чем 2,5. Большинство авторов и клинических рекомендаций сходятся на том, что именно 2,5 ммл на литр – это та отправная точка, когда мы можем диагностировать гипогликемию лабораторную. Но бывают лабораторные артефакты, то есть приходит сахар крови, например, 2,2, при этом у пациента никогда не было вообще никаких симптомов гипогликемии. Либо наоборот, симптомы гипогликемии есть за счет снижения концентрации глюкозы в плазме, а гипогликемии при этом нет. То есть это, например, относительная гипогликемия у пациентов с длительно некомпенсированным сахарным диабетом. И поэтому все клинические рекомендации, прежде всего европейские рекомендации по диагностике и лечению гипогликемических состояний, сходятся на том, что мы можем диагностировать гипогликемию только по триаде УИПЛа. Альфред УИПЛ – это американский хирург, который первый выполнил успешное лечение рака поджелудочной железы, у него есть операция по УИПЛу, и, соответственно, он автор этой триады, характерной для инсулиномы и вообще других гипогликемий. То есть первый, и второй, и третий критерии являются обязательными для постановки симптома гипогликемии. Во-первых, это жалобы или симптомы, характерные для гипогликемии. Это низкая концентрация глюкозы плазмы. Он не говорил конкретно о 2,5 ммол на литр, но уже потом всем рекомендациям была добавлена именно эта цифра. Исчезновение симптомов после повышения глюкозы плазмы. Это тоже очень важно. Если симптомы после того, как мы купировали гипогликемию, сохраняются, наверное, все-таки они были вызваны не гипогликемией. Итак, разные авторы дают разные данные по тому уровню глюкозы, который может исключать гипогликемический синдром при развитии симптомов нейрогликопении. Потому что вы видели сами, симптомы нейрогликопении не специфические, и мы должны зачастую их дифференцировать со всякими неврологическими нарушениями. Большинство авторов сходится во мнении, что если сахар крови 3,9 и выше, мы абсолютно точно исключаем гипогликемический синдром. Но часть авторов нам дает отметку в 3 ммл. Между 3 ммл и 3,9 ммл достаточно большая разница. Тоже много публикаций, рекомендаций, которые говорят о сахаре крови в 3,3 ммл как такой отправной точки, выше которой, если выявляется гликемия во время гипогликемического приступа, якобы гипогликемического приступа, мы можем исключать связь симптомов с гипогликемией. Какую цифру конкретно выбрать, достаточно сложно. Я думаю, все будет зависеть все равно индивидуально от ситуации. В любом случае, если сахар крови выше, чем 3,9, мы абсолютно точно можем исключать гипогликемию. Гипогликемия делится на острую и хроническую. Для острой гипогликемии характерна полная обратимость нарушений за исключением тяжелой продолжительной гипогликемии, которая может оставить после себя непоправимые последствия, то есть будет являться необратимой. И хроническая гипогликемия, которая может выражаться в неврологических нарушениях вследствие нейрогликопении, это эпилепсия, эпирамидные расстройства, изменение личности, деменция, психические заболевания. И при хронической гипогликемии пациенты боятся этих симптомов, и они начинают чаще кушать, потреблять высокоуглеводную пищу. Причем по опыту я могу сказать, что именно все пациенты видят, что прием быстрый усвоимых углеводов купирует симптомы, и поэтому налегают именно на быстрые усвоимые углеводы, совершенно не задумываясь о том, что нужно еще добавить углеводов длительного действия, то есть тех же самых круп, например, для того, чтобы эффект купирования гипогликемии продлить. Вследствие этого происходит увеличение массы тела. Итак, то, что я говорила про адаптационные механизмы организма к хроническим гипер- и гипогликемиям и изменениям чувствительности головного мозга к этим изменениям. За счет этого изменяется тот уровень, когда наступают симптомы нейрогликопении. Например, если мы в центре картинки видим, что при нормальном уровне глюкозы переносчик глют-1, который переносит глюкозу через гематоэнцефалический барьер в нормальном количестве, соответствует количеству переносчиков глют-3, которые транспортируют глюкозу в нейроны головного мозга. При хронической гипергликемии количество глют-1, то есть тех переносчиков, которые будут переносить глюкозу через гематоэнцефалический барьер, резко снижается для того, чтобы предотвратить гипергликемию внутри головного мозга. А дальше уже перенос глют-3, он сохраняется в том же количестве. То есть именно за счет глют-1 регулируется поступление глюкозы через гематоэнцефалический барьер. За счет этого адренергические симптомы, то есть такие ранние симптомы гипогликемии, уже возникают при падении уровня глюкозы в плазме до нормы. То есть глюкозы, несмотря на то, что здесь много, как только ее уровень, например, оставляем вот 3, как на нормальной картинке, но глют-1 будет уменьшено количество, соответственно сюда, через гематоэнцефалический барьер и в головной мозг попадет глюкозы меньше. Симптомы мы уже увидим. Что касается частых эпизодов гипогликемии, происходит обратная история. Если глюкозы в крови мало, то количество переносчиков глют-1 увеличивается компенсаторно для того, чтобы обеспечить головной мозг и нейроны головного мозга прежде всего питанием. Глюкоза же это питание для головного мозга. Здесь уже, конечно, после того, как через гематоэнцефалический барьер адекватное количество глюкозы попало, несмотря на то, что в крови его количество снижено, мы видим нечувствительность к надвигающейся гипогликемии, потому что организм привык к тому, что сахар в крови часто низкий и защищает головной мозг, увеличивая транспорт глюкозы через гематоэнцефалический барьер. Поэтому у пациентов, которые длительно страдают эпизодами гипогликемии, симптомы нейрогликопении возникают при гораздо ниже уровне, чем у пациентов, которые только недавно стали отмечать подобные эпизоды. Тяжелым осложнением гипогликемического синдрома является гипогликемическая кома. Считается, что она развивается при снижении уровня глюкозы в крови до 2,2 ммл и ниже. На самом деле, конечно, эта цифра тоже условная. То есть у кого-то это будет 1,6 ммл, у кого-то это будет 2 ммл. Адаптационные механизмы у всех разные. Это, конечно, тоже будет зависеть от истощения собственных резервов гликогена и от активности контраинсулярных механизмов. При быстром падении сахара в крови гипогликемическая кома может развиваться стремительно, может занимать буквально несколько минут, даже после появления симптомов нейрогликопении. При непродолжительной коме кожа бледная, влажная, тургор сохранен, тонус глазных яблок обычный, зрачки широкие, язык влажный. Отмечается тахикардия, давление обычно в норме, может быть даже повышено. Дыхание обычное, температура нормальная, мышечный тонус, сухожильные и переостальные рефлексы могут быть повышены. Может отмечаться мышечная дрожь, судорожные подергания, мимическая мускулатура. По мере углубления увеличения продолжительности кома будут нарастать нейрогликопенические синдромы, неврологическая симптоматика усугубляется, прекращается потоотделение, учащается и становится более поверхностным дыханием, снижается уровень давления, иногда появляется бардикардия. Появляются патологические симптомы, нестагм, анизокория, менингизм, пирамидные знаки, снижается мышечный тонус, угнетаются сухожильные и брюшные рефлексы. Естественно, лечением гипогликемической комы является внутривенное введение раствора глюкозы. Для начала, конечно, 40%, потом уже можно подключение менее концентрированных растворов. Итак, перейдем к причинам гипогликемии. На самом деле их масса. Если в эндокринологической общественности чаще всего мы думаем о сахарном диабете, либо об инсулиноме, как в таком более редком варианте, есть еще много, еще более редких вариантов, которые мы тоже сегодня разберем. Ну, начнем с самого частого. Это неадекватная терапия сахарного диабета. Любому эндокринологу это прекрасно знакомо, что гипогликемия при сахарном диабете возникает при случайной или намеренной передозировке инсулина или каких-то пероральных сахароснижающих средств, которые обладают стимулирующим влиянием на выработку инсулина. В основном это препараты сульфанилмочевины. Пропуск очередного приема пищи или недостаточного количества. Расширение физической активности по сравнению с тем, которые обычно происходят. Употребление алкоголя за счет торможения глюконеогенеза. Неправильное введение инсулина. И за счет изменения фармакокинетики происходит изменение действия. И появление гипогликемии, неожиданной для пациента. При почечной недостаточности за счет кумуляции пероральных сахароснижающих средств крови. И опять-таки за счет торможения глюконеогенеза ринального. При лекарственном взаимодействии отмечается потенцирование препаратов сульфанилмочевины при приеме бета-блокаторов, салицилатов, ингибиторов, МАО и других препаратов. И при автономной нейропатии. Это осложнение сахарного диабета в виде нечувствительности к гипогликемии. Может приводить к тому, что пациент, не замечая легкую гипогликемию, может сразу перейти к тяжелой гипогликемии. Не буду на этом останавливаться, потому что эндокринологи прекрасно знают все эти аспекты. Поговорим о более редких и, наверное, интересных причинах. Первый из них это будет тайное введение инсулинов или прием препаратов сульфанилмочевины. На мой взгляд, это первое, о чем нужно думать у пациентов без сахарного диабета в анамнезе при наличии синдрома гипогликемии. Это то, что нужно сразу исключать. О чем мы спрашиваем пациентов, когда начинаем опрос и подозреваем артифициальную гипогликемию, то есть искусственную. Доступ к инсулину или секретоголам. Это могут быть медработники. По опыту это чаще медсестры. Встречались и врачи тоже, но средний медицинский персонал в моем личном опыте было чаще. Может быть, если брать какую-то статистику, если бы она велась, то это совсем не так. Или это родственники больных с сахарным диабетом. То есть те люди, которые имеют доступ к инсулину. В плане доступа к секретогам это немножко попроще. Тоже был такой случай печальный в моей практике, когда пожилая женщина, узнав о том, что у нее немножко повышен сахар крови, там что-то порядка 6,3 был, по совету своей соседки, начала прием глибинкломида, причем в больших достаточно дозировках. И гипогликемия несколько раз в течение дня она вызывала скорую помощь, и гипогликемия оккупировалась. В итоге в ночь она все-таки скончалась от гипогликемии невыявленной. Поэтому такое тоже встречается, и это не такие легкие случаи обязательно. То есть здесь может быть все серьезно, вплоть до летального исхода. Я об этом всегда рассказываю своим пациентам с сахарным диабетом, впервые выявленным, когда они рассказывают о том, что они хотят попить глибинкломид или какие-то другие препараты, сульфанилом мочевины, а уровень гликемии несоответствующий, и что не стоит слушать никаких соседок по даче и родственников, и каких-то еще людей без медицинского образования, тем более не эндокринологов, которые советуют сахароснижающие препараты. Всегда сахароснижающие препараты должны быть по показаниям. При экзогенном введении инсулина, то есть если мы подозреваем тайное введение инсулина, уровень инсулина в крови будет высокий, при этом уровень цепептида будет низкий, потому что собственная поджелудочная железа отвечает на гипогликемию, снижая выработку инсулина. Но мы не можем различить экзогенный инсулин и свой инсулин лабораторно, поэтому мы будем видеть высокий уровень инсулина. Но цепептид, который в эквивалентных количествах выделяется собственному инсулину, будет низкий. При применении препаратов сульфанилмочевины мы не сможем так отличить. То есть будет высокий и инсулин, и цепептид, как происходит, например, при инсулиноме. Есть варианты диагностики по концентрации препаратов сульфанилмочевины в крови и в моче, но это достаточно редкий метод диагностики, поэтому в данном случае установить этиологию будет сложнее, чем при введении инсулина. Существуют лекарства, которые могут потенцировать гипогликемию. Это салицилаты в больших дозах, протстамол, хинин, галоперидол, дизопирамид, бета-блокаторы относительно тоже потенцируют, о чем я говорила. Пентамидин. Достаточно много публикаций на эту тему пентамидиновых гипогликемий. Цибензолин, эндаментацин, литий и прочие препараты. Перейдем к наиболее частой причине гипогликемии, не связанной с сахарным диабетом, либо с введением сахароснижающих средств. Это инсулинома. Инсулинома является самой частой причиной спонтанной тащаковой гипогликемии у внешне здоровых лиц. Это подчеркивается у внешне здоровых лиц, потому что мы потом поговорим о надпочечнике недостаточности, например, дефицит гормона роста. Мы можем клинически заподозрить у этих пациентов какие-то отклонения, которые приводят к гипогликемии. Пациенты с инсулиномой никак внешне не отличаются от людей без гипогликемического синдрома. Никак. Инсулинома – инсулин, продуцирующая опухоль из бета-клеток поджелудочной железы, так называемых островков лангерганса. Инсулином – это наиболее частая функционирующая опухоль поджелудочной железы. То есть, если мы берем какие-то другие нейроэндокринные опухоли, гликогономы и прочее, то самой частой все-таки будет являться инсулинома. Но на самом деле опухоль редкая. 1-4 случая на 1 миллион жителей. Если говорить, например, о нашей практике, казалось бы, что там, что такое 1 случай на 1 миллион жителей, может быть, и не стоит вообще даже учить признаки этой инсулиномы. Ну зачем? Вот я работаю в Северо-Западном центре эндокринологии, эндокринной хирургии. В год у нас проходит порядка 6 тысяч операций на эндокринных органах. Это щитовидные железа, околощитовидные железы, надпочечники, это нейроэндокринные опухоли и бариатрическая хирургия еще с этого года тоже осуществляется. Вот из 6 тысяч операций за последний год было 4 пациента с инсулиномой. Казалось бы, мало? Да, мало. Но с другой стороны, 4 на 6 тысяч – это все-таки не 4 на миллион, и этим 4 людям мы смогли помочь. Поэтому я считаю, что, конечно, эндокринологи и терапевты, и неврологи все должны быть настроены на выявление инсулиномы как причиной гипогликемии и каких-то симптомов, связанных с гипогликемией. Возраст пациентов может быть любой, чаще всего средний, от 30 до 60 лет. Одинаково распространенных с мустиной женщин, хотя в каких-то публикациях встречается, что у женщин в 2 раза чаще, но все-таки по гайдлайну, по европейским рекомендациям одинаковую распространенность они позиционируют. 90% инсулином доброкачественные, около 10% злокачественные, причем степень злокачественности чаще всего устанавливается при наличии уже метастазов опухоли. До 90% одиночные, порядка 10%, максимум 20% множественные. Это тоже всегда нужно учитывать, когда мы диагностируем инсулиномы, что она может быть не одна. Практически всегда в поджелудочной железе только 1% в эктопированной ткани, и всегда инсулиномы маленькие. 90% инсулином меньше 2 см, то есть все те, которые доброкачественные, в основном, они все меньше 2 см. 50% меньше 1,3 см и 30% вообще меньше 1 см, то есть опухоли очень маленькие. В 10% случаев синдрома множественной эндокринной неоплазии первого типа также будет встречаться нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, именно инсулиномы. Поэтому если вы знаете, что вы подозреваете у пациента синдром множественной эндокринной неоплазии первого типа, и вы видите схожие симптомы, надо обязательно исключать инсулиномы. Как я говорила, очень важен в диагностике и в лечении инсулиномы мультидисциплинарный подход. Что мы говорим, если мы говорим о диагностике? Знание симптомов и активное выявление гипогликемических состояний со стороны терапевтов, кардиологов, неврологов, эндокринологов и специалистов всех терапевтического звена. Дальше в плане лечения тоже диагностика, это эндокринолог. Дальше должны подключиться и хирург. Может быть понадобится онколог, химиотерапевт. Только мультидисциплинарный подход. Лучше, конечно же, чтобы это был специализированный центр, если уже есть подозрения для обследования. Но хотя ту же пробу с голоданием можно выполнить в любом стационаре. А дальше уже направить в узкоспециализированный центр. Клиника инсулиномы. Более выражены нейрогликопенические симптомы. Если мы говорим, например, что при сахарном диабете, особенно если небольшой стаж, еще нет развития автономной полинейропатии, то тогда более выражены адренергические симптомы. Здесь более выражены именно симптомы нейрогликопении, адренергические реже. Наиболее типичные симптомы – это нарушение функции центральной нервной системы при физической нагрузке или голодании. Часто лечится у неврологов или психиатров. Поэтому эту аудиторию, конечно, я активно призываю прислушаться к рекомендации частого измерения уровня сахара при возникающей неврологической симптоматике для того, чтобы исключить взаимосвязь с гипогликемией. Привычка предотвращать приступы, как я говорила, может привести к ожирению за счет употребления большого количества легкоусвояемых углеводов. Вот, например, один из пациентов, который за этот год был пролечен, конкретно в феврале у него была уже операция. Первый приступ в апреле прошлого года, то есть меньше года до постановки диагноза, он был на даче среди компаний, там отмечали день рождения, употребляли большое количество алкогольных напитков, он потерял сознание. Это было все загородным, поэтому там никакой скорой не было. Ему повезло, что среди этой компании была врач, которая заподозрила гипогликемию, за что ей честь и хвала. То есть его быстро напоили сладкими напитками, и улучшение состояния происходило. То есть бледность, потливость, все это отмечалось наряду с быстро развившимся с симптомами нейрогликопении. Хотелось бы отметить, что, конечно, на фоне употребления алкоголя развитие симптомов нейрогликопении может быть расценено как только результат алкогольного опьянения, и данным пациентам может быть вовремя не оказана помощь. Вот не окажись в данной компании специалиста с высшим медицинским образованием, не знаю, какие последствия могли бы ли быть. Но здесь все закончилось хорошо, и в данном случае пациенту повезло. Во время приступа он потерял ориентацию во времени и пространство, то есть его спрашивали, что с ним, где он и прочее. Он не мог адекватно ответить, даже когда стал приходить в себя, то есть после сладкого напитка, и он не помнил последние где-то порядка 10-15 минут своего состояния до начала приступа. Было обследовано у невролога, то есть сразу, видите, все эти эпизоды сразу направляются к неврологам. Выполнены им рты головного мозга, данных за аденомы и органические поражения получено не было. Все в порядке, больше приступы не повторялись в течение полугода. Как-то сахар никто особо не измерял, поскольку там, естественно, когда первый раз было за городом, ни у кого глюкометра не было, а дальше в связи с отсутствием каких-то патологических изменений состояния, оно и забылось, решилось, что однократно это было и все. Через 6 месяцев пациент употреблял больше количества углеводов, снизил физическую нагрузку, ограничил приемы алкоголя и, соответственно, решил, что, в принципе, все купировалось. Масса тела увеличилась на 3 килограмма, но у него совершенно нормальная масса, поэтому ни в какое ожирение это не отразилось, хотя 3 килограмма за 6 месяцев, наверное, это достаточно прилично, потому что это было связано именно с изменением образа жизни. Сам контролировал он уже по глюкометру кровь после этого эпизода, и натоща где-то было обычно 3,3, после физических нагрузок 2,8-2,7. Чувство голода, тревожность, повышенная потливость, головокружение, прием легкоусвоемых углеводов это купировало. То есть, в принципе, мы видим классическую триаду УИПЛа, за исключением того, что измерение сахара крови по глюкометру мы не можем расценивать как абсолютные цифры, потому что мы с вами понимаем, что глюкометр – это все-таки приблизительный метод диагностики. В декабре 2020 года, то есть первый приступ был в апреле, второй в декабре, ухудшение состояния после приема трех бокалов вина, то есть это как раз Новый год происходит, утром на следующий день потеря сознания, судороги конечностей, потеря ориентации во времени и пространстве, хотя вот именно три бокала вина, он прям больше точно ничего не было. Вызвана скорая помощь, уровень глюкозы по глюкометру – 1,1. Но опять-таки понимаем, что это приблизительный уровень, а не абсолютный. Введенный 40% раствор глюкозы, доставлен пациент в стационар. Там лабораторный уже уровень гликемии – 2,8, инсулин – 10, после приступа отмечал кратковременную потерю памяти. Пациент направлен в наш центр с целью исключения инсулиномы. Лабораторная диагностика инсулиномы основана на, в основном, пробах 72-часовым голоданием. Это стандарт, золотой стандарт. Можно еще проводить стимуляционные пробы, в основном их подключают, когда у нас есть сомнения по результатам пробы 72-часовым голоданием. Что мы делаем в этой пробе? Все просто. Пациент не принимает пищу, пациент принимает только некалорийные, безуглеводные напитки. В основном это вода, потому что ограничивается также кофеин в пробе с голоданием. Мы стандартно пациенту говорим, что он может только пить воду. 72 часа, то есть 3 суток. Останавливается проба при достижении глюкозы крови менее 2,5 ммол на литр, подтвержденная лабораторно. То есть мы измеряем по глюкометру, но мы должны взять кровь из вены. Можно предварительно поставить пациенту катетер для того, чтобы доступ в вену был проще и быстрее. Мы расцениваем как гиперинсулинизм при отсутствии подавления уровня инсулина на фоне гипогликемии. При измерении посредством радиоиммунного анализа, цифру 6 сейчас рекомендуют все сообщества. Почему? Потому что при применении радиоиммунного анализа есть перекрестные реакции с проинсулином. Соответственно, мы определяем, получается и проинсулин, и инсулин, и совместный уровень будет повыше. Где-то кто-то 5 пишет, кто-то 6. Ну, берем 6. При применении более чувствительных методов, то есть иммуно-хемиолюминсцентного анализа, определяется только уровень инсулина. То есть перекрестных реакций с проинсулином нет. Здесь мы можем уже оценивать уровень инсулина выше 3, как отсутствие адекватной реакции организма на гипогликемию. Цепептид от 0,6 нанограмм на литр и более на фоне достигнутой гипогликемии в 2,5 ммл и ниже также будет оцениваться как признак гиперинсулинизма. Можно измерять проинсулин, и тогда его уровень более 5 ммл и более на фоне гипогликемии будет свидетельствовать о гиперинсулинизме. Также можно оценивать бета-гидроксибутират. Что это? Это один из продуктов расщепления жиров. В условиях гипогликемии, в условиях гипоинсулинизма запускаются альтернативные источники энергии в клетке. В основном это расщепление кетоновых тел. Опять-таки это всем эндокринологам хорошо известно. По пациентам с сахарным диабетом, особенно при сахарном диабете первого типа, когда развивается кетоз или кетоацидоз, при втором типе это все-таки встречается реже, хотя тоже бывает. Вот в данном случае начинается расщепление жиров, появляется выделение кетонов. Один из кетонов бета-гидроксибутират, который можно измерить лабораторно. И если его уровень будет менее 2,7 ммл на литр на фоне гипогликемии, значит мы можем говорить о том, что не было гипоинсулинизма, который запустил механизм кетогенеза. Опять-таки, что мы по именно вот прям по часовому, скажем так, плану проведения пробы с голоданием должны сделать. Определяем исходные уровни глюкозы, инсулины и цепептида. Дальше рекомендуем пациенту прием некалорийных напитков без кофеина. Как я сказала, на 72 часа, то есть сразу настраиваем пациента. Каждые 4 часа мы проверяем глюкозу крови. Обычно мы пациентам, которые планируются на проведение пробы с голоданием, рекомендуем прийти натощак, уже к нам госпитализироваться в стационар, то есть они приходят уже на фоне 12-14 часового голодания. В зависимости от самочувствия, кто насколько может позволить, потому что кто-то может с 8 вечера, например, не потреблять пищу, и мы начинаем пробу в 9 утра. Кто-то потребляет пищу последний раз в 12 часов ночи, потому что боится ночной гипогликемии. И тогда, естественно, если мы в 9 часов утра начинаем пробу, то это только 9 часов голодания. Дальше продолжается проба с голоданием под контролем медицинского персонала. Контроль за этими пациентами обязателен. Если были в анамнезе случаи тяжелой гипогликемии, может быть, есть смысл контролировать глюкозу с помощью глюкометра чаще, не 4 часа, а каждые 3 часа. При уровне гликемии по глюкометру менее 3 ммоль на литр мы начинаем контролировать каждый час, потому что мы боимся пропустить тяжелую гипогликемию. Если мы видим уровень гликемии по глюкометру ниже 2,5 или при наличии симптомов нейрогликопении, забор крови на глюкозу, инсулин и цепептид производится. На самом деле мы обычно включаем еще забор крови на глюкозу, инсулин и цепептид где-то раньше, сначала при снижении уровня гликемии менее 3 ммоль, и потом даже, может быть, более часто, если мы видим, что могут появиться симптомы нейрогликопении. То есть из моего опыта, например, вот пациент, которого я рассказывала симптомы ранее, молодой совсем пациент, 30 лет, он пришел к нам утром, вот с 11 часов мы начали пробу, это было 13 часов голодания, последний раз он покушал в 22.00. Ему был рекомендован более ранний прием пищи, но в связи с опасением тяжелой гипогликемии он не мог этого себе позволить. И уже на момент 13 часов голодания мы видим глюкозу 2,6, мы видим огромные цифры инсулина и такие же огромные цифры цепептида. Пробы продолжены, потому что мы не достигли уровня 2,5 и ниже. Пациент, вот этот как раз, может быть, за счет молодого возраста или за счет хронических гипогликемий, чувствовал себя превосходно. Совершенно никаких адренергических симптомов, симптомов нейрогликопении у него не было, поэтому проба была продолжена. И через 3 часа, то есть, как я вам говорила, мы стараемся в этом случае мерить все-таки почаще. Конечно, ему мерили каждый час гликемию по глюкометру, но она все равно не опускалась ниже 2,5. Через 3 часа по лаборатории, я не привожу данные по глюкометру для того, чтобы не загромождать слайд. Через 3 часа глюкоза 2,66, вы видите, она совсем не снизилась, то есть включились компенсаторные механизмы, организм защищается от гипогликемии. Он снизил выработку инсулина, хотя все равно его уровень все еще высок. Для такого уровня гликемии 8,8 это явно больше, чем 6 и уж 3, тем более в нашей клинике используется иммунохиминсцентный анализ. То есть, мы можем говорить о том, что есть гиперинсулинизм при уровне инсулина 3 и более на фоне гипогликемии менее 2,5. И мы видим, что цепептид тоже не особо подавился, он больше 2. Что мы видим через час? Это 17 часов голодания, проба остановлена, потому что как по глюкометру, так и по лаборатории уровень глюкозы опустился ниже 2,5. Глюкоза 2,37. Вот здесь уже пациент стал чувствовать адренергические симптомы и такие невыраженные симптомы нейрогликопении. То есть, начались уже головная боль, такое плохое самочувствие, ему стало труднее думать, как он сам это описывает, но при этом сохранялся контроль этого состояния и адекватность поведения. Мы видим, что инсулин не подавился, цепептид не подавился. Мы считаем, что по пробе с голоданием установлен эндогенный гиперинсулинизм. На следующее утро натощак, вот он всего 9 часов без пищи провел, и мы видим, что натощак опять глюкоза 3,1, высокий инсулин, высокий цепептид, хотя это не пробы с голоданием. По нашему опыту, на самом деле, не требуется такой длительной пробы в 72 часа. И многие авторы сейчас говорят о том, что пробу можно сократить до 48 часов, потому что более 90% пациентов с инсулиномой будут в гипогликемии и уже в первые 48 часов. Для чего говорят о том, что ее сократить? Ну, во-первых, не мучить пациентов, может быть. Второе, конечно, больше всего всех интересуют экономические затраты, потому что проба может проводиться, естественно, только в условиях стационара для того, чтобы не пропустить тяжелую гипогликемию, для того, чтобы пациенту могла проводиться адекватная помощь вовремя и внутривенным введением глюкозы, потому что данному пациенту была введена глюкоза и внутривенно, и он мог все-таки потребить сначала в жидком виде углеводы, потом длительного действия углевода для того, чтобы купировать этот приступ. По нашему опыту, в основном все гипогликемии осуществлялись буквально в первые сутки или в начале вторых суток. Был еще вот пациент, один тоже покажу его дальше, 41 год ему, пациент работал на стройке, то есть у него была физическая работа и беспокоила его симптомы слабости, сонливости, были эпизоды потери сознания, причем было это достаточно долго, порядка двух лет, это то, что только он рассказал, что его беспокоили такие симптомы, что где-то к обеду он не мог уже выполнять своих обязанностей, учитывая физический труд, а обед у него был строго регламентирован, он не мог перекусы с собой брать, то, что он говорил, то есть это тоже сыграло свою роль, что он терпел до обеда все эти симптомы. При осмотре, конечно, отмечалось и как изменение когнитивных способностей, так и явное снижение чувствительности к гипогликемии, потому что на фоне пробы с голоданием она была остановлена именно за счет симптомов нейрегликипении, когда я заходила к нему в палату, зная, что уровень сахара по глюкометру уже был ниже трех в предыдущем измерении. И когда я задала ему вопрос о том, как он себя чувствует, он что-то совершенно не в попадку не ответил, то есть я вижу сразу заторможенность пациента, вижу неадекватность поведения. Естественно, сразу было проведено и исследование глюкозы крови, забор крови на глюкозу цепептида инсулина, и проба была остановлена, то есть пациенту была оказана помощь в введении внутривенных углеводов, потому что даже на уже прием сладких жидкостей, сока пациент не отвечал. Хотя уровень гликемии, на самом деле, у него был по результатам пробы, а 2,5 вот прям пограничный, 2,53, ну что-то такое, то есть вроде как ниже 2,5 мы даже не опустились, но симптомы нейрогликопении были выражены, и поэтому, естественно, проба была остановлена. Что мы можем сказать о стимуляционных пробах? Проба с глюкогоном. Достаточно простая, в отличие от пробы с голоданием. На что она направлена? На выявление запасов гликогена в печени. Внутривенно, ой, простите, вводится 1 мг глюкогона либо внутривенно, либо внутримышечно. Если мы говорим о стационарном введении, то мы можем внутривенно, медленно, в течение 2 минут вводить, и забор крови на глюкозу проводим через 10, 20 и 30 минут после внутривенного введения. Дополнительно можно исследовать уровни инсулина, цепептида, проинсулина, потому что они также будут отражать изменение уровня сахара. В норме уровень глюкозы увеличивается на 1,4 ммоль и более после введения внутривенного глюкогона. При введении внутримышечно это все несколько дольше занимает. Переходим к следующему этапу после лабораторного. Это визуализация инсулиномы. И вот это очень сложная задача, где мы должны прибегнуть ко всем возможным способам для того, чтобы выявить эту маленькую опухоль. Она хорошо воскулиризирована, и в принципе основные визуализирующие исследования основаны именно на хорошей воскулиризации. Но это бывает таким диагностическим вызовом, и требуется проведение и лучевых исследований, и эндоскопических исследований, подключения радиоизотопного исследования. То есть все возможные методы должны быть использованы для выявления этой опухоли. Я покажу вам случаи нашего опыта, достаточно успешные с точки зрения визуализации, но это бывает не всегда так просто. Что мы можем использовать? Конечно, для начала делается ультразвуковое исследование. Оно малоинформативное. Данные по информативности ультразвукового исследования от 0 до 60%. На мой взгляд, 60% даже несколько преувеличенные. Для повышения информативности ультразвукового исследования можно выполнять его с контрастированием. Наверное, тогда мы хотя бы, может быть, к 60% приблизимся. Но те данные о том, что ультразвуковое исследование обладает нулевой эффективностью, они как-то к нашему опыту ближе. Эндоскопическое ультразвуковое исследование намного более информативное, чем трансабдобинальное. И покажу картинки тоже, как это производится. Компьютерная томография с контрастированием, магнитно-резонансная томография с контрастированием. Опять-таки, и то, и то с контрастированием, потому что мы можем выявить инсулиномы в основном только в артериальной фазе, то есть за счет захвата контраста. На сканах без контрастирования инсулиномы выявить практически невозможно. Октриоскан и ПЭТ-КТ – новые методы диагностики, которые все больше и больше входят в нашу жизнь, становятся стандартом выявления многих опухолей. Тоже покажу, какие из них сейчас наиболее информативны и доступны. Начнем с ультразвукового исследования. Обычное базовое ультразвуковое исследование я не показываю, потому что оно практически ничего и не покажет. Если ультразвуковое исследование с контрастированием, то да, мы можем заподозрить о том, что указанное стрелочками на слайде вот это гипоэхогенное образование и есть инсулиномы. Ну, так я бы сказала, что не особо отчетливо визуализируется. После введения контраста данные картинки сделаны через 10, 30 и 45 секунд после его введения. Вот эндоскопическая ультразвуковая ультразвуковия, то есть ультразвуковое исследование, проведенное через эндоскопический доступ намного более информативно. Это тоже наш опыт. Пациентка 54 лет с ярко выраженной клиникой инсулиномы. Мы даже не смогли провести ей адекватно пробу с голоданием в связи с очень высоким страхом гипогликемии. Но на самом деле там уровень глюкозы однозначно снижался по мере голодания. Были выражены и симптомы, в том числе нейрогликопении. Уровень глюкозы был достигнут у нее 2,6. Дальше просто пациентку, честно говоря, мучить мы не стали, потому что была уже и визуализирована опухоль еще даже на этапе до проведения пробы с голоданием. И вот у нее уже тоже было выполнено эндоузии, как это тоже мы можем называть. Мы видим маленькую гипоэхогенную опухоль. То есть видите, размеры ее всего 8 миллиметров. Ну вот максимально 9, то что намерили. Очень маленькие опухоли. Через трансабдоминальные УЗИ не видно. Здесь мы можем это оценить. Вот она тоже в другом срезе. И здесь тоже. Очень жаль, не загрузилось у меня видео, потому что конкретно этой пациентке было выполнено биопсия этого образования. К сожалению, она была не информативна, что тоже мы можем понять из-за столь малых размеров инсулиномы. Однако после этого было выполнено введение чернил в опухоль. Для чего это было сделано? Для того, чтобы хирургам во время операции было виднее, где находится опухоль. Потому что даже если мы прекрасно видим ее на компьютерной томографии, когда хирурги идут на эндоскопическую или на полостную операцию, визуализировать глазом опухоль бывает очень сложно. Она может совершенно не отличаться по плотности или по цвету от близлежащих тканей поджелудочной железы. И тогда это становится таким вызовом для хирурга, найдет, не найдет, там ли он ее, например, сделал резекцию поджелудочной железы, или сможет ли он ее инуклеировать. Естественно, если опухоль уже подкрашена, то инуклеировать ее гораздо проще будет хирургу. КТ с контрастированием. Вот первый пациент молодой, которого мы рассматривали, у него очень хорошо видно на КТ инсульному. Вот, посмотрите, такая опухоль, она деформирует контур поджелудочной железы. Она ярко окрашена при контрастировании в артериальную фазу. Посмотрите, что в нативную фазу, мы можем только видеть изменение контура железы. И если бы инсулинома была не вот так на поверхности под капсулой, мы бы ее не увидели при нативном ткане. То же самое касается портальной фазы и экскреторной фазы. Здесь никак не отличается инсулинома от ткани остальной поджелудочной железы. Поэтому контрастирование обязательно. Вот тот пациент, о котором я тоже говорила, 41 года с выраженными нейрогликопеническими синдромами, которые на стройке работают. Вот видите, совсем другая картинка. Не такая уж ровненькая и гладенькая и кругленькая опухоль. То есть могут быть крайне сложные для выявления при компьютерной томографии, особенно если врачи лучевой диагностики неопытны в выявлении нейроэндокринных опухолей. Если вы не проинформировали врача лучевой диагностики о том, что необходим поиск этой опухоли, потому что пожалейте своих врачей лучевой диагностики. Это очень сложная задача найти инсулиному в поджелудочной железе. Особенно чем старше возраст, тем больше диффузные изменения могут быть в поджелудочной железе. И, конечно, если вы проинформируете о том, что поиск какой опухоли вы проводите, это даст больше информации врачу лучевой диагностики. Он, может быть, уделит больше внимания просмотру именно поджелудочной железы. Этот пациент тоже был вот в 2020 году. Все данные, которые я вам показываю, они буквально за последний год. И вы видите, что в портальной фазе мы совершенно ничего не видим. То есть только артериальная фаза. Пациентка, которой эндосонографию я показывала, тоже при КТ мы видим опухоль небольших размеров. Она восклиризированная. Но посмотрите, вот ей уже не 30, не 40, а 54 года. И вы видите, насколько неоднородная поджелудочная железа. И вы видите, что контрастируется не только эта опухоль, но и какие-то мелкие структуры рядом. Поэтому у нее уже, видите, она такая стала неоднородная. Внутри какие-то очаги как распада. Может быть, поэтому была неинформативная биопсия, кстати. Хотя на портальной фазе, на тех же срезах, на экскреторной фазе, на тех же срезах, а уж тем более на нативном скане мы ничего заподозрить не можем. Ну вот смотрите, нативный скан. Ничего он нам вообще совершенно не говорит. Поэтому выполнять МРТ или КТ без контрастирования совершенно бессмысленно. МРТ. Также можно визуализировать инсулиному при МРТ, хотя есть свои преимущества у КТ по сравнению с МРТ. Учитывая, что ищем мы очень маленькую опухоль. На Т1 взвешенных изображениях интенсивность сигнала низкая, поэтому вот этот гипоэхогенный какой-то участок мы вряд ли можем прям так расценить, как инсулиному сразу. При Т2 взвешенных изображениях мы видим, что контрастированная опухоль видна, и мы можем заподозрить, что именно она и есть инсулином. Какие недостатки МРТ? Прежде всего, то, что это связано с длительностью проведения исследования. КТ – это быстрый метод. МРТ – это метод долгий. Он требует нахождения пациента в томографе. У некоторых пациентов есть противоказания к методу. Если там какие-то есть металлоконструкции, которые не лицензированы, у них нет паспорта, что можно проводить магниторезонансные исследования с этими металлоконструкциями, включая брекеты. У часть пациентов есть психологические противопоказания, то есть есть выраженный страх, глаустрофобия или какие-то другие нарушения. Я прошу прощения, если я какие-то психиатрические термины произношу неправильно. Но суть в том, что многие пациенты просто отказываются от проведения магниторезонансных исследований. В компьютерном томографе за счет скорости проведения исследования все-таки большинство пациентов, которые даже боятся замкнутых пространств, спокойно переносят этот метод. За счет длительности проведения исследования могут наблюдаться артефакты движения, что тоже затрудняет поиск столь малых опухолей, как инсулиномы. Низкое соотношение сигнал-шум и слабое контрастирование опухоли в сравнении с нормальной паренхами. Вы видели сами картинку МРТ и картинку КТ. На КТ намного лучше все видно, поэтому мы относим это к исследованию второй линии. ПЭТ-КТ с 18-тор-дезоксиглюкозой. Это наиболее широко применяемый радиофарм препарат в онкологии. Однако для инсулиномы он низкоинформативный, потому что он оценивает энергетический метаболизм ткани за счет количественного определения захвата и фосфорилирования глюкозы. Это больше характерно для низкодифференцированных опухолей. А высокодифференцированные нейроэндокринные опухоли, к которым относятся инсулиномы, они имеют низкий индекс пролиферации и, соответственно, низкий захват глюкозы. И при ПЭТ-КТ-стор-дезоксиглюкозе их может быть просто не видно. Кроме того, при инсулиноме увеличен захват глюкозы мышцами, поэтому они будут давать более яркий фоновый сигнал. И инсулиномы выявить практически невозможно. То есть этот метод характерен и подходит только для низкодифференцированных карцином нейроэндокринных. А вот при нейроэндокринных высокодифференцированных опухолях используется ПЭТ-КТ с галием 68. Что это за радиофарм препарат? Он связывается с соматостатинными трансмембранными рецепторами. Существует сейчас 6 различных подтипов. Это ССТР1, 2А, 2Б, 3, 4 и 5. Сродство или аффинитет радиофарм препарата к тому или иному типу рецепторов обуславливает выбор диагностического индикатора. Самые распространенные радиофарм препараты в Петербурге эти исследования выполняются. Это галий 68 ДОТАТАТА и галий 68 ДОТАНОК. В большинстве нейроэндокринных опухолей встречаются рецепторы подтипов 2А и 2Б. И, соответственно, галий ДОТАТАТА применяется для выявления опухолей, экспрессирующих рецепторы подтипов ССТР2А и 2Б, а ДОТАНОК – подтипы рецепторов 3 и 5, соответственно, для того, чтобы мы не пропустили, если вдруг нейроэндокринная опухоль вырабатывает ССТР5, который больше характерен для поджелудочной железы. Что мы видим? Вот пациентка в этом году к нам обратилась для обследования, 51 год ей. Очень слабо видна опухоль в хвосте поджелудочной железы на компьютерной томографии. Наши специалисты все-таки нашли ее. Однако для того, чтобы убедиться, конечно, нам хотелось выполнить радионуклидное исследование ПетКТ. И вот мы видим, тоже она светится, такая точечка, вот где стрелочки. Сверху мы видим ДОТАНОК, то есть ССТР3 и ССТР5 с ней связываются рецепторы. А внизу ДОТАТА, и видите, что точечка уже поярче. То есть все-таки, как и у большинственней рендокринных опухолей, у этой пациентки больше экспрессировались рецепторы ССТР2А и 2Б. Лучевая диагностика инсульном отражена на этом слайде. То есть это преимущественно либо ПетКТ с радиофарм-препаратом, меченым галием 68, либо КТ с контрастом, либо МРТ с контрастом. Вот при Пете могут быть еще вот такие красивые цветные картинки, могут быть вот такие ярко выраженные картинки, но здесь, конечно, это когда уже размер опухоли большой, ближе к 2 см. Октриоскан раньше применялся до появления ПетКТ с галием 68. Это сцентография соматостатиновых рецепторов. Октриоскан, меченый инглием 111, аналог соматостатина. Он связывается избирательно с ССТР2. Диагностическая чувствительность при инсульном его низкая 40-60%. Хотя при других панкреатических опухолях более 80%. Но инсульномы все-таки чаще экспрессируют ССТР5, хотя у предыдущей пациентки и ССТР2 было в достаточном количестве экспрессии. Поэтому все-таки, если мы еще сравним такие четкости картинки, то есть, например, вот вы видите справа более четкая картинка, это проведение исследований у пациента с нейроэндокринными опухолями, мы видим метастазы в печени. При 68 галий дота-тата. И вот мы видим октрриоскан. То есть, видите, мы большей части вот этих очагов просто не увидим. Конечно, сейчас в медицинском сообществе больше направляют на ПЭТ-КТ с галием. Дота-тата, дота-ног. Что можно еще сделать при диагностике инсулиномы? Селективная ангиография. Ангиография печеночной артерии. И визуализация инсулиномы происходит опять-таки за счет ее высокой вискулиризации. Вот так она выглядит здесь. Здесь тоже мы можем, в зависимости от того, какая артерия к ней подходит, проецировать на то, где именно в поджелудочной железе располагается опухоль. Вот еще один пример ангиографии. Здесь проходит гастродональная артерия, и вот маленькая опухоль, которой подходит гастродональная артерия. Соответственно, мы можем прогнозировать, что опухоль находится в головке поджелудочной железы. Можно проводить селективную ангиографию со стимуляцием кальция. Глюконат кальция вводит по очереди в гастродональную, в селезеночную или верхнюю брюжеечную артерию. И потом в крови из печеночной вены определяют уровень инсулина. Глюконат кальция стимулирует выброс инсулина из инсулиномы, при этом практически не стимулирует выброс из нормальных островковых клеток поджелудочной железы. Вот, например, если мы ввели глюконат кальция в желудочно-12 перстную артерию, гастродональную, то мы понимаем, что опухоль находится в головке поджелудочной железы. Если был введен контраст в верхнюю брюжеечную артерию, глюконат кальция, и мы видим увеличение уровня инсулина, то тогда опухоль находится в крючковидном отростке поджелудочной железы. И, соответственно, если мы увидели повышение уровня инсулина при введении глюконата кальция в селезеночную артерию, то опухоль находится в теле или хвосте. Если мы не можем визуализировать другими способами, мы можем рассматривать вариант резекции тела или хвоста поджелудочной железы, либо резекции головки. Вот так мы можем построить график, и тогда мы видим, что если уровень инсулина в гастродональной артерии резко повысился, то в остальных артериях, в дарсальной, поджелудочной, в печеночной, селезеночной, верхней брюжеечной, повышение было не столь значимым. Лечение инсулином. Основной метод хирургический. При невозможности оперативного лечения или в качестве предоперационной подготовки мы можем рассматривать медикаментозные способы коррекции, а также, конечно, рекомендуем частый прием пищи, но в основном пациенты делают это и сами. Вот мы видим интероперационное изображение. Лапротомный доступ был выполнен. И вот здесь, далеко от протока, вот сейчас хирург показывает, находится инсулинома. Вы видите, по цвету она совсем никак не отличается. Только, может быть, как-то по плотности ее можно найти. Сейчас будет выполнена инуклеация, то есть не резекция, а именно инуклеация опухоли. Это возможно в случае инсулиномы. И мы видим макропрепарат. То есть совсем маленькая такая светлая опухоль. Сейчас на разрезе вы тоже увидите, что она светлая. Однородная, никаких вкраплений, никаких участков. Вот так выглядят макропрепараты инсулиномы. Посмотрим макропрепараты инсулиномы вот этот. Чем он отличается? Он отличается цветом. Почему? Это именно та опухоль, в которую были введены чернила. Вы видите, насколько она отличается. То есть это не кровоизлияние, это именно покраска чернилами. И, конечно, когда хирурги заходят лапаратомным, например, доступом, то им сразу видно, где эта крашеная опухоль. И им не приходится гадать, она ли это или нет. Это очень удобный, очень прогрессивный метод. Гистология инсулиномы – это чаще всего высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль. Для того, чтобы верифицировать, что это именно нейроэндокринная опухоль и инсулиномы, можно и дополнить гистологическое исследование иммуногистохимии с хромогранином А и инсулином. Медикаментозное лечение, как я сказала, прием углеводной пищи каждые 2-3 часа. Препаратом первой линии по всем международным рекомендациям является диазоксид или его название прогликем. В чем проблема? В Российской Федерации он не зарегистрирован, то есть у нас его нет. Вазодилататор – организм АТФ-зависимых калиевых каналов, то есть он воздействует на транспорт инсулина в клетку. Побочные эффекты его – отеки, гиперкалиемия, желудочно-кишечные расстройства, гирсутизм, редко гиперурекемия, зенофилия, ликопения, гипотония. И он противопоказан при обильной инфузионной терапии. Для того, чтобы побочные эффекты минимизировать, его сочетают с гидрохлортиазидом по 25-50 мг в сутки. Это тиазидный диуретик. И он применяется только в сочетании с диазоксидом. Самостоятельно он неэффективен. То есть это только для того, чтобы купировать побочные эффекты. И есть данные о том, что он потенциирует действие диазоксида. Противопоказан при гипонатриемии, при гипокалиемии. Виропамил – это антагонист кальция. Тоже может ингибировать секрецию инсулина клетками инсулиномы. Были показаны исследования инвитро. Исследований на людях не было. Поэтому данные такие противоречивы и сомнительные. То же самое касается нефидипина. Поскольку есть ограниченные данные об его эффективности. Глюкогон внутримышечно используется как неотложная помощь при развитии гипогликемии. Гипогликемия активирует гликогенолиз и глюконеогенез. Побочными эффектами может быть тошнота, рвота. Редко парадоксальный подъем инсулина. Это называется ребаунг гипогликемии. При островково-клеточном раке поджелудочной железы может проводиться уже введение цитотоксических препаратов. Стрептозацин. Пероз вводится. Либо есть данные о введении в артерии поджелудочной железы. Для того, чтобы воздействовать непосредственно на опухоль. Что нам доступно? Это лечение актериатидом аналогом с аматостатина. Конечно, у него больше сродство к аматостатиновым рецепторам второго типа. Которые больше экспрессируются в гипофизе. Но если мы видим по ПЭТ-КТ с галием, что на галии ДОТАТАТЭ исследованием ярко светится опухоль. То мы можем прогнозировать, что актериатид будет эффективен. Он ингибирует поступление ионов кальция в клетку. Снижает активность ацетилхолина. Побочный эффект может быть анорексия, тошнота, рвота, метеоризм, диарея, холилитиаз. Подавление секреции гормона роста и прочих гормонов гипофиза, ТТГ, АКТГ может угнетать продукцию глюкогона. У детей вызывает задержку роста. При использовании высоких доз в течение длительного времени возможно подавление контрнасулярных гормонов. Но в основном за счет подавления гормонов гипофиза. И это усугубляет течение гипогликемии. Хорошо актериатид используется на этапе предоперационной подготовки. Например, у пациента, у которого я говорил, который работал на стройке, были выражены эпизоды нейрогликопении. Актериатид был использован в предоперационной подготовке. Уровень гликемии он прекрасно ему поддерживал, и мы смогли избежать эпизодов гипогликемии на фоне введения актериатида всего 1 раз в день 30 мг подкожно. Противопоказан при заболевании желудочно-кишечного тракта. Вот так выглядит шприц с глюкогоном, который могут использовать пациенты для скорой помощи. Введение внутримышечно, возможно, то есть не нужно никаких специальных навыков. Рекомендуется также пациентам с лобильным течением сахарного диабета на инсулинотерапии. Рекомендуется иметь такой вот запас неотложной помощи родителям с детками, которые больны с сахарным диабетом первого типа. Очень удобно. Он в таком футлярчике сразу продается с готовым набранным раствором. Что важно сделать? Важно исключить еще наследственные генезы инсулиномы. Чаще всего инсулином встречается при синдроме множественной эндокринной неоплазии первого типа или синдроме Вермера и при синдроме фонгипеля-Линдау. Что еще может быть при синдроме МЕН-1? Первичный гиперпаратириоз – это практически облигатный компонент этого синдрома. Опухоли аденогипофиза тоже часто встречаются. Реже встречаются образования надпочечников, заболевания щитовидной железы. Ну и, соответственно, нейроэндокринные опухоли, одна из которых самая частая будет инсулинома. Ген МЕН-1 так и называется. Здесь ничего сложного. Аутосонно-доминантное наследование, то есть 50% вероятность заболевания у детей при наличии одного из родителей, у которого есть эта патогенная мутация. Ген ВИЧЛ – это синдром фонгипеля-Линдау. Что может встречаться у этих пациентов? Еще объемное образование почек, объемное образование центральной нервной системы, феохромцитома, опухоль внутреннего уха. Такие пациенты из МЕН-1 и из ВИЧЛ в нашем центре тоже наблюдаются. Есть целые семьи, за которыми мы следим и активно выявляем другие компоненты синдромов, если мы уже знаем о том, что есть генетическая мутация. Хотелось бы, конечно, обратить внимание на то, что даже отсутствие выявленной генетической мутации не может гарантировать отсутствие этого синдрома. Так уж сложилось, что на современном этапе развития науки мы еще не все локусы можем определять. И поэтому, да, мы направляем на генетику. Но если мы видим классическую клиническую картину, например, МЕН-1 или ВИЧЛ, и мы видим отрицательную генетику, мы не можем исключить того, что клинически все-таки эти синдромы есть, особенно если есть семейный анамнез. Что может еще вызывать гипогликемию помимо инсулиномы? Это не бета-клеточные опухоли. Чаще всего это опухоли мезонхимального происхождения. И чем крупнее опухоль, тем больше вероятность того, что она будет вызывать гипогликемию за счет повышенного потребления глюкозы. Почему эти опухоли так ярко светятся на PET с 18-стородезоксиглюкозой? Потому что они активно ее поглощают. То же самое происходит и с глюкозой в организме. Наибольшее количество случаев гипогликемии описано при ретроперитониальной фибросаркоме, при гепатоклеточном раке, при гипернифроме, опухолях желудочно-кишечного тракта, при лимфомах, при лейкозе. Причина гипогликемии, как я сказала, повышена утилизация глюкозы клетками крупных опухолей. Также сейчас все больше публикаций о продукции опухолями незрелого инсулиноподобного фактора роста 2. За счет того, что этот инсулиноподобный фактор роста 2, особенно незрелый, вырабатывается. То есть в норме он после этого должен быть связан в такой сложный комплекс, и поэтому он циркулирует в неактивном состоянии. При наличии опухоль снижается количество кислотолобильного протеина, и за счет этого комплекс такой не образуется, и ИФР-2 становится активным. Он связывается с рецепторами ИФР-1 бета-клеток поджелудочной железы и связывается с рецепторами ИФР-1 клеток гипофиза. То есть все это вызывает снижение продукции гормона роста, снижение выработки глюкогона. Это провоцирует усиление утилизации глюкозы мышцами и торможение продукции глюкозы печенью и почками. Также ингибирует саму секрецию инсулина. Дефекты ферментов углеводного обмена – это очень редкие, конечно, нарушения, чаще генетические. И если мы говорим о том, что инсулиномы – это редкая опухоль, то здесь это очень редкие причины. Например, мутация гена глюкокиназа тоже обладает осомнодоминантным характером наследования. Глюкокиназа – это тот фермент, который превращает глюкозу в глюкозы-6-фосфат, который уже непосредственно и в гликоген превращается, и стимулирует выработку инсулина поджелудочной железы в ответ на повышение глюкозы-6-фосфата. При потенцировании действия глюкозокиназа вследствие мутации гена увеличивается захват глюкозы печенью и увеличивается, соответственно, выработка инсулина, что приводит к частым рецидивирующим гипогликемиям. Мутация в гене монокробоксилатного переносческого транспортера первого типа, которая обеспечивает межклеточный транспорт лактата, также приводит к гипогликемии за счет усиления захвата перувата. Перуват в этом случае стимулирует секрецию инсулина. Что важно в этой мутации, что гипогликемия всегда осуществляется и происходит на фоне физической нагрузки. То есть если мы видим гипогликемию исключительно на фоне физической нагрузки, гипогликемии нет, тощиковый, мы все-таки должны подумать о этой редкой, но наследственной мутации, особенно если есть семейный анамнез. Врожденные нарушения метаболизма, которые очень-очень редкие, я подробно рассматривать не буду, скажу только то, что они могут быть связаны с болезнями накопления гликогена, с наследственным нарушением толерантности к фруктозе, галактоземии, с дефицитом карнитина, с нарушением глюконеогенеза и нарушением метахондриального бета-окисления. Все это генетические дефекты. Интересно, аутоиммунная гипогликемия, это совсем другая причина, называется инсулиновый аутоиммунный синдром болезнью Хирата, потому что это первый японский ученый, который описал клинический случай подобный в 1970 году. Она имеет генетическую ассоциацию с ашелей класса 2 на 6-й хромосоме. Вот она представлена, это 6-я хромосома, и вот класс 2 находится на длинном плече хромосомы. Генетический дефект чаще встречается у японцев и корейцев. То есть если у японцев и корейцев описано порядка 400 случаев на сегодняшний день, то у европейских ученых описано порядка 30-40 пациентов. То есть видите, в разы больше. Это третья по распространенности причина гипогликемии в Японии после инсулиномы и внепанкреатических опухолей. В европейской части и в странах Северной и Южной Америки это не так распространено. Основная причина повышенный титр антител к инсулину. Это тоже генетический дефект. Что происходит? В норме, когда глюкоза попадает в кровь, она попадает потом в печень и происходит нормальный инсулиновый ответ. Если есть инсулиновый аутоиммунный синдром, то при попадании глюкозы в кровь она связывается с иммунными комплексами и не происходит такого выраженного связывания инсулина с рецепторами. В следствии того, что инсулин связан с антителами, он поступает сигнал, что есть нехватка инсулина и поджелудочная железа начинает больше вырабатывать инсулина. В связи с этим происходит избыточный ответ. То есть мы видим, что может сначала даже происходить гипергликемия, которая стимулирует выброс инсулина, вследствие чего потом происходит гипогликемия. То есть вот вы видите, что все-таки этот механизм глюкозозависимый. И повышение уровня инсулина происходит в ответ на гипергликемию как компенсаторный механизм. Другой вид аутоиммунной гипогликемии это синдром инсулинорезистентности типа B. Это редкий тоже синдром, преимущественно встречается он у афроамериканских женщин. По крайней мере большинство случаев описано именно таких. И здесь основной причиной является антитела к инсулиновым рецепторам. Если происходит преобладание блокирующих антител, то развивается инсулинорезистентный сахарный диабет. Если преобладание стимулирующих антител, то гипогликемия, как по аналогии с диффузным токсическим зобом и аутоиммунным тиреидитом. То есть стимулирующие и блокирующие антитела в пределах одного аутоиммунного заболевания. Возможно чередование эпизодов гипергликемии и гипогликемии у одной пациентки. Ну или пациента. Мужчины тоже описаны, причем европеоидные расы, но это единичные случаи. Клинические признаки инсулинорезистентности, то есть акантозис нигреконса чаще всего видно. У женщин есть признаки гиперандрогении, как внешние, так и аннувуляции, нарушения менструального цикла. Часто есть ассоциации с другими аутоиммунными заболеваниями, в том числе с аутоиммунным тиреидитом, с диффузным токсическим зобом, с системной красной волчанкой, с ревматологическими другими заболеваниями. Поддается лечению глюкокортикоидами. Очень хороший ответ. Нормализация сахара крови и дальше длительная терапия глюкокортикоидами требуется. Рассмотрим гормональные причины гипогликемии в виде надпочекой недостаточности и дефицита гормона роста. То есть это дефекты контринсулярного ответа. Если мы посмотрим на картинку слева, когда уровень глюкозы в крови опускается ниже нормы, то, как мы в самом начале рассматривали, поджелудочная железа стимулирует альфа и бета рецепты на снижение выработки инсулина и повышение выработки глюкогона. При этом мозговое вещество надпочеков продуцирует адреналин, что опять-таки стимулирует альфа и бета клетки в поджелудочной железе. А гипоталамус стимулирует выработку АКТГ и гормонного роста. Вот сейчас мы рассматриваем вот эту часть, когда либо продукция АКТГ или связанная с ним продукция кортизола снижается, потому что как первичная, так и вторичная надпочка недостаточности могут провоцировать гипогликемию. И также, когда снижается выработка гормона роста. Все это приводит к тому, что контринсулярные механизмы ослабляются. Не будем подробно останавливаться на действии кортизола на обмен веществ. Понятно, что он усиливает глюконеогенез, он тормозит гликогенолиз, и он может стимулировать также распад как мышечной ткани, так и жировой ткани для того, чтобы снабжать клетку энергией. То есть кетогенез тоже будет связан с влиянием кортизола. Недостаточность гормона роста будет хорошо видна на этой картинке. Это модель экспериментальная, то есть здоровым добровольцам, такое исследование было в 1981 году, вводился внутривенный инсулин. И исследовали их реакции выброса контринсулярных гормонов. А потом дополнительно кому-то блокировалась выработка глюкогона, кому-то вводился соматостатин и блокировалась выработка гормона роста. Также пациентам после адреналоктомии это проводилось для того, чтобы оценить влияние адреналина на выработку инсулина. И также проводилась альфа- и бета-адреноблокада за счет медикаментозных средств. И также на фоне внутривенного введения инсулина оценивался ответ по повышению уровня гликемии. Вот видите, которая сплошная линия на всех этих графиках повторяется. Это нормальная реакция организма на гипогликемию, даже артифициальную. То есть очень быстро происходит выравнивание уровня сахара в ответ на введение инсулина. Если есть недостаточность глюкогона и гормона роста или изолированная глюкогона, гормона роста. Если есть недостаточность уровня адреналина, то видите, этот ответ замедляется. Причем если и глюкогон, и адреналин, то самые выраженные и тяжелые последствия могут быть. При недостаточной гормоне роста такая более просто сглаженная кривая, чуть-чуть подольше это происходит. Не отличить пациента с надпостикой недостаточности достаточно сложно, потому что мы видим бронзовую кожу, это наша пациентка, которая поступила в стационар по направлению одного из врачей нашей клиники, когда она обратилась к нему за консультацией для исключения синдрома Эйценко-Кушинга, потому что у нее был выявлен высокий уровень АКТГ, там больше 200 в пикограммах на миллилитрах, он был порядка 230 или 250, и, конечно, клинически он сразу увидел признаки болезни Одессона, и пациентка была госпитализирована к нам, ей проводилась инфузионная терапия глюкокортикоидами, и потом уже перевод на пероральную глюкокортикоидную терапию, заместительную терапию. На самом деле побледнение кожи происходит вот прям в считанные дни, то есть можно увидеть то, что было на фоне поступления, и уже буквально дня через 4-5 кожа значимо светлеет. Почечная недостаточность как одна из причин гипогликемии. В основном, конечно, она происходит за счет снижения ренального глюкока неогенеза, потому что это такой мощный механизм, и поэтому гипогликемия может встречаться у пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые получают гемодиализ. Происходит, кроме этого, снижение расщепления клиренса инсулина почками. Посредством гемодиализа могут удаляться предшественники глюкока неогенеза, и поэтому глюкока неогенез печеночный тоже может тормозиться, не только ренальный. Может отмечаться реактивная гипогликемия при высокой концентрации глюкозы в диализате, то есть просто на гипогликемию поджелудочная железа реагирует выбросом инсулина. Также связано с хронической мальнутрицией, опять-таки это снижение количества предшественников глюкока неогенеза за счет этого, и снижение контрансулярного гормонального ответа глюкогона, катухоламинов у пациентов, которые длительно уже получают диализную терапию. Алкоголизм. Я бы сказала, наверное, нечастая, но все-таки встречающаяся причина гипогликемии за счет чего она происходит. Есть два механизма. Первый это дефицит питания, то есть мы говорим о, наверное, запойных алкоголиках, которые, образно говоря, не закусывают, потребляя большое количество этанола. Причем, что важно, что гипогликемия может развиться даже когда алкоголь из крови уже вымывается, то есть не раньше, чем через 8-12 часов, а иногда через 24 часа голодания и предшествующего большого употребления алкоголя за счет истощения запасов гликогена. Поэтому иногда бывает, что вроде как уже уровень этанола в крови не столь высок, а гипогликемия может развиться. Что еще происходит? Что алкоголь блокирует превращение лактата в перуват, что снижает глюконеогенез, то есть и уровень гликогена падает за счет того, что не восполняются его запасы, и блокируется глюконеогенез в печени. Все это приводит к тому, что развивается гипогликемия, но опять-таки это не реактивная, не быстрая гипогликемия, она развивается много часов, вообще может в пределах суток развиваться. Постпрандиальная гипогликемия. Но одна из самых частых причин это диффузный низидиобластоз. Термин низидиобластоз был предложен Лайдлоу в 1938 году, то есть уже очень давно от греческого низидионастровки и гластесросток. Происходит трансформация протоковой эпителия поджелудочной железы в бета-клетки. Это в норме происходит у детей. У взрослых этот процесс уже не должен происходить, и если он происходит, значит это патология. Редкая патология. Описано около 100 случаев, в основном это мужчины. У них происходит постпрандиальная гипогликемия при результатах лучевой методиагностики, то есть когда мы ищем инсульному, они не визуализируются. Диагностика в основном проводится при тесте с артериальной стимуляцией кальцием. То есть вот то, что я говорила, вводится в печеночную вену и дальше вводится в гастродуоденальную, в селезеночную, в верхнюю брюжеечную артерию. Артерию, простите. Гистологические диффузные изменения с гипертрофией островков-Лангерганса, увеличение гиперхроматичность ядер бета-клеток. По данным аутопсии, низидиобластоз встречается в 36% без предшествующей клиники гипогликемии. Поэтому, конечно, такой несколько спорный момент, насколько клинически значима эта патология даже у взрослых. Более часто встречается постпрандиальная гипогликемия после каких-то вмешательств на желудочно-кишечном тракте. Например, после гастроктомии по поводу онкологии. По типу демпинг-синдрома, то есть быстро пища попадает из остаточной культи желудка в тонкую кишку, усиленная выработка глюкогоноподобного пептида-1 стимулирует выработку инсулина. И эта реакция по выбросу инсулина, она такая очень выраженная получается, то есть избыточная. Вследствие этого происходит быстрое снижение сахара в крови и развиваются симптомы гипогликемии. Чаще адренергические, уже только позже присоединяются нейропинические синдромы. Лечится частым медленным приемом медленно усвояемых углеводов в сочетании с белками и жирами. То есть мы просто профилактируем демпинг-синдром. То же самое может встречаться после одного из видов бариатрических операций, шунтирования по РУ. Связано, в принципе, с тем же эффектом демпинг-синдрома, когда резетирован желудок и накладывается гастро-ию на анастомоз. Вот здесь показано, как это происходит. Часть желудок и часть кишечника выключаются из пищеварения. То есть вот здесь уже идет анастомоз. Симптомы развиваются через год и более после операции. Потливость, слабость после приема пищи, высокоуглеводной пищи. Далее происходит самостоятельная коррекция. То есть не обязательно, что пациенты что-то предпринимают. Они иногда могут просто перетерпеть этот эпизод. Если данные симптомы развиваются раньше, чем через год после операции, мы должны исключать предшествующую операцию инсулиному. Так говорят все рекомендации. И поэтому надо быть настороженными даже у пациентов, которые оперированы. В нашей клинике шунтирование ПАРУ не выполняется. Преимущественно вообще отдано, если мы говорим о шунтирующих операции, мини-гастрошунтирование или гастрошунтирование с одним анастомозом. Иногда выполняются, конечно, другие операции. Например, операция с АДС. Но вот шунтирования ПАРУ практически нет. Каковы причины гипогликемии после данной бариатрической операции? Самое частое теоретическое обоснование – это гиперплазия страховых клеток вследствие длительной инсулинорезистентности до операции. В принципе, это может быть у большинства пациентов, которые идут на бариатрическую операцию. Потому что большой вес чаще всего равно инсулинорезистентности. Потому что также было показано в исследованиях, что гиперплазия страховых клеток коррелирует с индексом массы тела до операции. Также уменьшение периферической инсулинорезистентности при потере массы тела. То есть островки гиперплазированные остаются, инсулинорезистентность падает. Соответственно, более выраженная чувствительность рецепторов к инсулину, более выраженное снижение уровня сахара в крови. И нарушение диетических рекомендаций по низкому содержанию углеводов и высокому содержанию белков, которые мы даем всем пациентам, особенно после шунтирующих операций, но и после резекции желудка тоже, что при обладании в питании должны белки, а углеводы должны быть по остаточному принципу. Лечение и низкоуглеводная диета. Если более выраженные изменения, мы можем использовать акарбозу, один из сахароснижающих препаратов, который замедляет всасывание углеводов. В тяжелых случаях проводится повторная операция, либо можно применять самоцетатин. Функциональная гипогликемия – это то, что достаточно часто включается в клинике. Может быть раннее, может быть позднее. Ранняя функциональная гипогликемия у лиц без операции на желудочно-кишечном тракте в анамнезе проходит после голодания или при истощении за счет повышенной активности блуждающего нерва. Очень такие неспецифические симптомы. Пациенты возбуждены, у них есть слабость, раздражительность, они не могут сосредоточиться, жалуются на головную боль, дрожь. Они такие очень тревожные, боятся этих гипогликемических приступов. Происходят эти приступы через 2-3 часа после приема пищи и могут быть потенцированы алкоголем, особенно если алкоголь смешан со сладкими напитками за счет функционального, более выраженного выброса инсулина. И у этих пациентов с нормальной массой тела происходит повышенная реакция вагуса на этот выброс инсулина. В поздней гипогликемии отличается от ранней тем, что здесь пациенты в основном с избыточной массой тела. То есть это такие преддиабетические стадии за счет запоздания первой инсулиновой фазы ответа. То есть если мы видим в норме, должна быть быстрая фаза выброса инсулина, которая в ответ на только поступившую уже в ротовой полости начавшую всасываться углеводистую пищу. И потом вторая фаза медленная. То у пациентов с функциональной поздней гипогликемией запаздывает первый ответ. Вследствие этого организм, видя, что уровень гликемии повышается, стимулирует более выраженный инсулиновый ответ во вторую фазу. Что приводит вот здесь на пике к снижению уровня сахара даже избыточному. То есть мы реально лабораторно можем зарегистрировать гипогликемию. Происходит это позже, чем при функциональной ранней гипогликемии. И через 3-5 часов пациенты более легко переносят это. То есть там может быть какая-то небольшая слабость, потливость. Чаще всего вообще не обращают на это внимания, говоря о том, что переели что-то. Часто у этих пациентов в семейном анамнезе есть сахарный диабет. Либо у них у самих есть уже нарушенная толерантность к глюкозе. И, как я говорила, такие более стертые симптомы. Диагностика постпрандиальной гипогликемии основана на пробе со смешанной пищей. То есть мы просим пациента принять ту пищу, которая обычно у него вызывает эти симптомы. В забор крови на глюкозу можно добавлять инсулины, цепептид. Проводим до приема пищи. И потом каждые 30 минут после приема этой смешанной пищи в течение 6 часов. То есть в течение 6 часов пациент не ест, потому что мы должны оценить как раннюю фазу, так и позднюю фазу выработки инсулина. Тест положительный при развитии симптомов нейрогликопении и уровня глюкозы 3 мм и менее. То есть здесь все-таки мы берем нижнюю отметку в 3 мм, а не 3,9. То же самое можно делать с пероральным глюкозотолерантным тестом. 75 грамм глюкозы наш стандартный тест, но тоже наблюдаем после этого 6 часов. Клинические пациенты пероральный тест переносят хуже, потому что это стимулирует еще больше реактивный выброс инсулина. Но зато мы можем гипогликемию выявить в большем количестве случаев. Немножко скажу о детском, врожденном гиперинсулинизме. Это генетические дефекты, если мы говорим о постоянном гиперинсулинизме. Но встречается транзиторно достаточно часто. Мы сейчас поговорим отдельно о причинах транзиторного врожденного гиперинсулинизма. Ранее причиной постоянного гиперинсулинизма считался неизидиобластоз. Но, как я говорила, сейчас он относится к нормальному механизму развития бета-клеток поджелудочной железы у детей первого года жизни. Основная причина постоянной гиперинсулинической гипогликемии новорожденных – это генетический дефект. Классификация врожденного гиперинсулинизма, помимо транзиторного и персистирующего, может отличаться этиологически. И здесь большое количество генов описано. Не буду подробно на них останавливаться. Также есть все врожденные симптомы. Может быть диффузная форма, фокальная или атипичная. Транзиторный врожденный гиперинсулинизм нам, эндокринологам, наверное, он наиболее интересен, потому что он развивается у новорожденных от матерей с сахарным диабетом. Особенно если была недостаточная компенсация сахарного диабета во время беременности, то у плода повышается собственная секреция инсулина. В ответ на гипергликемию в крови, которая общая сообщается у матери и плода, развивается макросамия. И как после рождения поджелудочная работает по-прежнему в усиленном режиме, вырабатывая больше инсулина. Где-то обычно через 1-2 дня у данных детей секреция инсулина приходит в норму. Иногда это затягивается до 5 дней. У недоношенных детей может встречаться транзиторный врожденный гиперинсулинизм. Но здесь не за счет того, что повышена продукция инсулина, а за счет того, что снижена глюконеогенез и низкие энергетические запасы. То есть гликогена просто не хватает для того, чтобы поддерживать уровень гликемии в норме. Нормализация гликемии в зависимости от степени недоношенности может занимать от нескольких дней до 2-3 месяцев даже. Также на транзиторный врожденный гиперинсулинизм будет влиять асфиксия в родах, гемолитическая болезнь, сепсис, родовая травма, геморрагический инсульт, то есть все тяжелые состояния на врожденных. Постоянный врожденный гиперинсулинизм связан с дефектами клеточных каналов, то есть может отражаться на калий-зависимых каналах, может быть дефект монокробоксилат-транспортера первого типа, то что мы рассматривали и у взрослых, дефект гена глюкокиназы, дефект может быть глутамат-дегидрогеназы, то есть переносчика глюкозы через гематоэнцефалический барьер. Лечение постоянного врожденного гиперинсулинизма основано на частом кормлении, если мы говорим о транзиторном, это собственно единственное лечение его идет. Постоянный может потребовать еще медикаментозной терапии, здесь тоже препаратом первой линии является диазоксид, которого в Российской Федерации у нас нет. Дальше мы можем использовать гидрохлортиазид, но только в сочетании с диазоксидом. И то, что мы можем использовать, что у нас в России доступно на сегодня, это актриотит. Используется и оперативное лечение, очень часто у новорожденных, если особенно это фокальная форма. Есть такие, которые, получается, это вроде не опухоль и не инсулинома, но мы можем убрать непосредственно участок, где особенно мы видим гиперплазированные клетки. При диффузной форме также может рассматриваться лечение с циторедукцией при неэффективности фармакотерапии. Благодарю вас за внимание. Хорошо зарекомендовавший себя Силденафил теперь в формате спрея. 12,5 миллиграммов действующего вещества в одном нажатии действует уже через 10 минут. Беспрецедентная гибкость дозирования. Джент. Новый формат, новые возможности. Аллергодерматозы – частая причина упорного кожного зуда. Когда наружная терапия не даёт быстрого результата, в помощь врачу Вигитрокс – негормональные средства лечения кожного зуда при аллергических дерматозах. Действующее вещество Вигитрокса – пророксан, относится к классу альфа-адреноблокаторов. Пророксан снижает возбудимость диэнцефальных структур мозга, регулирует тонус симпатоадреналовой системы. В комплексе с топическими средствами Вигитрокс способствует купированию упорного зуда при дерматозах, не обладает психотропным действием, не вызывает сонливости. Вигитрокс – ваш верный помощник в лечении кожного зуда. Нефрамон плюс – мифрозащитное средство на основе экстракта касатика тонколистного. Касатик тонколистный – дикорастущее растение из пустыни Гоби. Препараты на его основе традиционно используются в Монголии при нарушении функции почек. В 2011 году российскими специалистами разработан метод производства без спиртового экстракта активных флавоноидов из растительного сырья касатика. На основе экстракта создана рецептура сиропа «Нефрамон плюс». «Нефрамон плюс» способствует улучшению функции почек при нефропатиях, вызванных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, приемом лекарств, обменными и воспалительными заболеваниями. При оценке в динамике у пациентов с хронической болезнью почек включение «Нефрамона плюс» в состав комплексной терапии приводило к достоверному увеличению скорости клубочковой фильтрации, увеличению уровня сывороточного альбумина и снижению экскреции альбумина с мочой. «Нефрамон плюс» – почечное средство на растительной основе. «Нефрамон» способствует правильной работе почек.